Всем привет! В эфире программа Овертайм с очередной порцией спортивных новостей. И с вами я, ее ведущий Максим Исаенко. Завершился зимний кубок Свердловской области по картингу. Перед заключительным седьмым этапом, проходившим в Полевском, местный клуб «Метеор», находясь на третьей строчке в общекомандном зачете, отставал от идущего в лидерах лежа на 103 балла. Смогли ли полевчане наверстать упущенное? Смотрите далее. Полевчане к заключительному домашнему этапу подошли в бодром и, что самое главное, боевом расположении духа. До этого был шестой этап в Алапаевске, где «Метеоры» показали себя с лучшей стороны, сократив отставание в общем зачете и укрепив свои позиции в личных классах. Почти все классы первые места, не считая, что эти призовые, команда выиграла. Подвинулись по общему результату. От второго места командного мы 50 очков отстаем, от первого – 100. И поэтому настроение после Алапаевска отличное, трасса своя, мы дома. И хотим, конечно, подвинуть позиции и в качестве командного результата, и в личных зачетах. Идет борьба, все желают взять очки. Последний, заключительный, конечно, да. Он всегда таким бывает. Напряженная борьба в каждом заезде каждого класса до клетчатого финишного флага. Тут для победы пилотам помимо умения филигранно управлять картам, необходимо еще иметь стальные нервы и быть стрессоустойчивым. Сначала было как, ну отъехали, отстали, ну тут еще все впереди, мы еще можем реабилитироваться. А в последнем уже остается один шанс, так сказать, и каждый им пользуется. Свою пользу желаем. Право на ошибку больше нет, да? Да, да, право на ошибку нет, больше заездов не будет. Екатеринбурженец Егор Федотов начинал сезон в классе Е, но из-за поломки мотора ему приходится заканчивать выступление в зимнем кубке уже в классе «Ракет-120». Последнее приготовление перед заездом, замена звездочки. Настроение хорошее, погода солнечная. Последний этап, надо выигрывать. В целом впечатление от гонки хорошее, организация хорошая. Соперники достойные, сильные соперники. Сильнее, чем в Челябинской области. В этом году зимний кубок Свердловской области по картингу показал, что в Полевском этот технический вид спорта довольно популярен. До 25 полевских пилотов участвовали на домашних этапах в различных классах. В итоге Полевской «Метеор» на заключительном этапе сумел набрать на 164 балла больше, нежели картингисты из Режа, и на 71 очко больше, идущих вторыми Алапаевцев. В результате «Метеор» первый. После семи этапов зимнего кубка у него в активе 2070 очков. Второй стала команда из Алапаевска с 2052 баллами. И на третью строчку упали пилоты из Режа, у них 2009 баллов. В личном зачете полевчане тоже показали класс. После семи этапов в учебно-тренировочных сборах класса «Микро» Арсений Викулов первый. В «Супермини» Артем Стахеев, несмотря на победу на седьмом этапе, в итоге стал вторым. Зато его брат Даниил Стахеев в классе «Рокет-120» безоговорочно стал победителем. В «Кадетах» Екатерине Шелиховой 14 баллов не хватило до «Бронзы», и она стала лишь пятой. В классе «Национальный» Александр Викулов стал четвертым, а его брат Валерий, выступающий в классе «Е», уверенно, стал первым. Здесь «Бронза» в активе Андрея Пермикина. А 17 марта в Полевском планируют провести показательные заезды на льду на катке в южной части города, что на улице Хохрякова. Ну, ребята все согласны показать, что клуб существует, что люди занимаются, что их много, и мы не откажемся, конечно, от того, чтобы там показать. Во-первых, ребятам удобно и интересно попробовать себя по льду, детишкам. Думаю, что в южной части народу будет не меньше. Если со льдом не получится, наверное, сюда переедем. Будем здесь такой клубный заезд устроим. 15-й юбилейный открытый городской турнир по джиу-джитсу среди юношей и девушек, посвященный Дню Защитников Отечества, собрал в этот раз под своими знаменами более 50 спортсменов из Березовского, Каменско-Уральского, Екатеринбурга и двух команд Полевского. В этом году турнир сменил место дислокации и проходил на базе многопрофильного техникума имени Назарова. Первый турнир по джиу-джитсу в честь Дня Защитника Отечества прошел в Полевском в 2003 году. С тех пор с каждым годом неизменно география участников ширится, а уровень их мастерства заметно повышается. И отрадно, что полевчане постоянно выступают на ведущих ролях. И все предпосылки для удачного выступления и на этом традиционном турнире у наших спортсменов тоже имелись. В этом году организаторы решили сменить место проведения данного турнира. После долгих лет пребывания в спортивном зале ГИБДД, зал многопрофильного техникума имени Назарова, что на улице Вершинина, выглядел просторнее и вместительнее. И возможно, этот турнир будет проходить именно здесь. Мы действительно готовы. Мы понимаем, что это действительно поднятие патриотического воспитания молодежи. Ну и это все-таки наши будущие защитники Отечества, которые должны уметь показать себя. Турнир проходил по трем возрастным группам. До 10, до 12 и до 15 лет. И проводился только исключительно в разделе Неваза. То есть без ударной техники только борьба. Бойцы, начиная с традиционной стойки, продолжают соперничество уже в партере. Этот вид джиу-джитсу не столь зрелищный, как, например, файтинг. Она, наоборот, вязкая. И вот спортсмены, те, которые поумней, поопытней, они, наоборот, начинают вот эту схватку очень медленно, тягуче. И она в основном проходит в партере, то есть в лежачем положении. Там за счет узлов, связочек, болевых и так далее. То есть очень такая, ну, интересная, кто-то знает. В таких поединках для победы бойцам необходимо быть хорошо подготовленным физически и выносливым и иметь недюжие терпение. Гибкость неимоверная должна быть. И, естественно, да, терпение, терпение уметь поймать противника и что-то сделать. Высокий уровень турнира подтверждают такие участники, как, например, екатеринбурженец Илья Успенский. В свои 10 лет он уже успел выиграть первенство области и стать бронзовым призером первенства России. Я сюда, да, приехал за победу. Я уже один бой вот сражался и прошло удачно. Уровень соперников, конечно, хороший, но это уже зависит от физической подготовки самого соперника, потому что я не люблю слабых. В итоге было разыграно 15 комплектов медалей. 12 у мальчиков и 3 у девочек. И нужно отметить, что полевчане выступили достаточно неплохо. 28 медалей различного достоинства завоевали наши бойцы. В активе 16 бойцов дворового клуба «Рекорд» 11 первых, 9 вторых и 6 третьих мест. Команда спортивного клуба «Тандем» была представлена 18 спортсменами. В их активе 7 первых, 6 вторых и 4 третьих места. Станьте спонсором еженедельной спортивной программы «Овертайм» на 11 канале. Телефон рекламной службы 32535. С 27 февраля по 4 марта в спортивном зале лыжной базы физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проходили игры второго раунда полуфинала первенства России по баскетболу среди команд девушек 2004 года рождения. В этом всероссийском турнире приняли участие 10 коллективов, представлявших Полевской, Верхнюю Пышму, Екатеринбург, Самару, Нижний Вартовск, Челябинск, Ангарск, Омск, Оренбург и Москву. Вторые полуфинальные этапы первенства России выпала честь проводить трём городам – Воронежу, Покровскому и Полевскому. Для наших любителей баскетбола уже давно не секрет, что спортивные объекты физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода могут принимать соревнования самого высокого уровня. От того, как вы будете играть в баскетбол, зависит его будущее. Я надеюсь, что оно прекрасное. Мне радостно осознавать, что Полевской давно уже стал столицей спорта. Мы принимаем очень много соревнований российского уровня и международного, по-моему, уже тоже. Мы рады вас видеть у нас в гостях в год трёхсотлетия нашего города. Хотелось бы вам пожелать хорошего настроения всем болельщикам, эмоций. Ну а участницам турнира красивой игры победит сильнейший всех с праздником баскетбола. Первый раз здесь, в этом зале, в этом комплексе. Давно хотел приехать, но всё не получалось. Тут вот, да, совпало. Хотелось посмотреть и условия проведения соревнований, и девчонок тоже. То есть, как бы, проводим просмотр игроков уже на будущее. Списки мы детей выявляем для того, чтобы в сборную их формировать. Пока всё нравится. Из каждого второго раунда полуфинального этапа, в том числе и проводимого в Полевском, финал проходят только пять лучших коллективов. Поэтому времени для раскачки у команд уже нет. С первой игры надо доказывать свои притязания на попадание в финал. Я считаю, что любая команда, с любой командой нужно играть. Поэтому никаких скидок. Все команды очень хорошие, все команды подготовлены. Из специализированных школ, самых разных уголков, как говорится, Мурала-Сибирска и региона и Центральной России. Поэтому я считаю, что слабых команд нет. Все команды хорошие, интересные. А как изыграем, как пойдёт игра, мяч круглый. Ну, полуфинал, матчей лёгких не бывает. Уже команды прошли первый отсев на зональном этапе. Поэтому все команды, которые играют уже на полуфинале, уже хорошего уровня. Поэтому для каждой команды это хороший опыт. Сделать выводы, исправить ошибки и готовиться к дальнейшему будущему чемпионату. Из 10 представленных на полевском этапе команд, 4 уже участвовали в прошлом сезоне в финале. Помимо полевчанок, занявших тогда 6 место, это ещё сборные Оренбурга, Ангарска и Пышминская УГМК. Девчонки, кого уже видел, видно, что выросли физически и где-то в игровом плане тоже уже прибавляют, что не может не радовать. В матче открытия турнира волею жребия сошлись победители первых полуфинальных раундов. Напомним, что в декабре прошлого года Верхнепышминская УГМК перенитывала в Оренбурге, а сборная ФСК была лучшей на родном паркете. В матче принципиальнейших соперников от накала и напряжения, витающего в воздухе, можно было без преувеличения заряжать севшие сотовые телефоны. Борьба шла на каждом участке площадки. И ведь это только стартовый поединок. Ну так сложились обстоятельства, что мы сегодня играем первыми. Но впереди очень много сложных игр, поэтому я не думаю, что это будет самая тяжелая игра. Мы думаем, что все игры будут сложные и принципиальные. В итоге полевчанки победили в стартовом матче со счетом 59-40. Хотя нельзя сказать, что игра получилась для них легкой. Безусловно, настраивались на хорошую, интересную игру. Но, должна сказать, совсем интересная, хорошая. Не совсем она так получилась. Немножко нервничали, переживали. Впереди еще игры. И поэтому, конечно, я не могу не отразиться на общей игре команды. Ну, первые минуты немножко погусовали, а потом в целом собрались и поиграли неплохо. Но хотелось бы лучше. Далее по ходу турнира полевчанки только набирали ход. Как итог, наши баскетболистки снова показали стопроцентный результат, одолев всех своих соперниц и по праву с первого места шагнули в финал. Второе место у команды из Москвы – бронза в активе баскетболисток из Верхней Пышмы. Еще две путевки в финал получили коллективы из Самары и Оренбурга, занявшие четвертое и пятое места соответственно. В прошлом году полевчанки, выступая в финале, набрались опыта. Теперь перед ними стоит задача быть в тройке призеров. Пожелаем нашим девчонкам удачи. В завершении поздравляю всех представительниц прекрасного пола с грядущим международным женским днем. Желаю, милым дамам, быть счастливыми и любимыми, ну и не забывать о спорте и здоровом образе жизни. А новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале, как обычно, через неделю в четверг. А пока новости и не только спортивные вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и bajopal.rf. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, занимайтесь спортом, болейте за наших. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok